Всем привет! Вы слышите Алексея Халяцкого и мы продолжаем на божестве проходить Сидмейр Сивилизейшн 6 Газелинг Сторм. Сознакомимся с новым дополнением. И в начале несколько ответов на ваши комментарии. Во-первых, ее подсказывают, что вот здесь, когда мы голосуем за эффекты, первый голос, он не стоит влияния. Первый голос вообще не стоит влияния, только следующий стоит влияния. По-моему, это важное дополнение. Далее меня попросили посмотреть все эти менюшки с докладами. Это что-то новое. Ну, я не скажу, что это новое. Это вот эта менюшка точно была, только она вот тут висела. Статус города тоже были. А, так это все одно и то же. Одно и то же просто вынесено три штуки. Вот эти все менюшки уже были. Вот в дипломатии меня попросили обратить внимание на новые кнопки. Тут действительно появилась вот новая менюшка про претензии. И можно посмотреть эти претензии, как они формируются. Накоплено. Вот это против, я так понимаю, что она... Какие претензии она ко мне имеет и какие мои претензии к ней. Так как... Ну, все, пока на войне, на захваченном. Конечно, жалко, что только города захвачены. Мне кажется, должны быть претензии еще и с войны, там, за убийство юнита, там, за захват рабочего, что-нибудь такое. Хотя, может, оно и будет, кстати. Может, будет накапливаться. Это в чем участвует, в каких кризисах участвует эта нация? Либо совместно, либо против нас. И вот сколько ходов осталось. Видимо, голосовало против меня. Ну, теперь вернемся непосредственно к игре. Так, второй уровень культурного союза с Монте-Сумой. Это значит, что надо начинать туда караваны посылать, чтобы получать влияние. Каждый район производит дополнительные очки великих людей в ход. Вот, если к Монте-Суме бегает. Так, в Стамбуле убит шпион Финики. Ах ты, гад. Недостаточно в Эдирной жилья. У меня пока нету губернаторов, чтобы туда отправлять. И недостаточно в Урфе. В комментариях просят дамбу поставить, растопить ледники. Будем, будем все это делать, конечно. Потенциальные темы обсуждения. Так, что у нас тут с армией? Ну, во-первых, из Трабзона давайте, наверное, отправим все-таки к Ацтекам. Будем по одному. Денег мало дают Ацтеки, но тем не менее. Зато культуры дофига. Давайте. Начинаем уже караваны отправлять. Тут все обрабатываем. Ну и захватываем постепенно скифов. Так. Хочу уже Янычар наконец-то. Е-е-е. Итак. Всего 5 золота стоит. Как вам? Это из-за того, что снижена стоимость в производстве Янычар. Всего 5 золота. Ну, конечно, строить Янычар своим ходом за Турцию нету смысла вообще никакого. А вот... Так его получать. Какая у них там особенность? Еще раз. Заменяет у шкетеров. Бесплатное повышение. А, ну, наверное, он сейчас, правда, без повышения будет. Без повышения будет. Ну, он, видите, город теряет одну единицу населения, если его строить. Да. Единственный минус. Но зато он сильнее. Мощь ближней бою 60, а у мушкетеров 55. То есть на 5 сила больше у него. Ну, посмотрим. Может, и будет повышение. Судя по тому, что вот опыт... Не, наверное, все-таки будет. Сейчас посмотрим. Следующим ходом. Следующим ходом. Посмотрим, будет ли повышение. Так, тут стоим пока. Ожидаем. Лечимся. А, тут можно ап сделать. Камень обработаем. Или железо. Ну, просто железо уже сейчас не надо особо. Так, бомбарды тоже требуют селитру. Конечно, селитры сейчас... Вот мне надо, где обработать селитру. Давайте я тут куплю рабочего. Так, и торговца давайте из Стамбула к Ацтеку отправим. Хорошо, что у скифов тут есть... куча... коммерческих районов. Как я и говорил, я планирую все захватить, кроме пазырыка. Палмы, ну это для кампуса хорошее место, поэтому не буду обрабатывать. Давайте тут поставлю. Мне сказали не писать. Кампусы будем считать... Ну, давайте будем считать, что вот это означает кампус. Ну, не писать название, типа, фигово. Выглядит некрасиво. Так, дайте пройти. Ну, какие-то квадриремы плавают. И у меня еще не встречено две нации, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Три, четыре, пять, шесть. А, две нации. Одна из которых Венгрия, стопудово. Дамбу просят построить. Ну, будет... Так, тут сейчас мы верфь. Будет город с речкой построить дамбу. Ну, смотрите, как Геллон поставлен. Ну, серьезно. Тут река, надо было Геллон тут ставить. Ужас. Просто ужас. А, мы за Иначар вообще плюс пять получили. К очкам. Ну. Блин, а героический век не скоро. Короче, в этом веке я очень много набрал уже очков. В Канаде монархия. Польша осуждает Швецию. Осуждает Маори. Объявляет войну инкам. О, там Польша со всеми воюет. Так. Вот, я сейчас с помощью мушкетов как раз и уничтожу врага. Прямые паруса открыты. Так, и дальше я иду тут куда? В индустриализацию. Три мастерских надо построить. О, первый, первый только великий человек, флотоводец. Военные юниты получат плюс пятьдесят процентов грабежу морских путей. Ух ты. Финикийская империя объявили войну Ацтекской империи. Количество ваших претензий к агрессору увеличилось на 75. Ну, наконец-то Финикея с ацтеками воюет. Они у меня хоть оба союзники, но меня это радует. Ну, я боюсь, что ацтеки вынесут Финикею. Но войну объявляют финикийцы. Так, из Стамбула отправим Тиночтетлан. Этого я сразу использую. Так, здесь шахты строим. Что у Пасаргат? Ну, вообще, Пасаргат легко. Легко уходит. Так, обрабатываем. Селитру. Как тут быстрее пройти-то? Как-то дорог особо не проложено. Ну, давайте я, наверное, постою этими катапультами. Я все равно ими не буду атаковать, потому что... Они уже, ну, слабые. Надо бомбарды. А на бомбарды у меня селиты нету. Давайте, возможно, Ибрагима пересадим в Балх. Он вообще что-нибудь дает? Так, давайте глянем. Боевые мощи при атаке района. Да, надо пересаживать. Давайте Ибрагима пересадим в Балх. Так. Продолжаем оказывать, кстати, еще помощь в Виннике. Просто интересно, что это дает. Или подвинуть. Так, сделаем. Третьего уровня. Рыцари. Здорово же. Берберские корсары. Пираты. Блин, я теперь Рим буду с Египтом путать постоянно. Вот у Рима сейчас цвет, такой цвет, как у Египта был в 5-й циве. То есть они так цвета поменяли, что явно все будут путаться. Так, вообще, я сюда не могу. А, тут у нас капер. Так, Польша, значит, воюет теперь с инками. Ну, наверное, у них там есть границы. Адидона с Монте-Сумой. Здорово. Кристина построила собор Василия Блаженного. Так, с Александром союз истек. Давайте продлим. Он хотя бы воюет, кстати, да. Со скифами он воюет. То есть мы имеем еще плюс 5 против скифов. С одной эпохой янычары. А, ну вот все-таки янычары с уровнем. Значит, можно апать янычары и получать сразу уровень. Сейчас я еще на других проверю. Вот на этих ребятах точно. Сейчас такая песня была. Такое ощущение, что это тумбала-тумбала-тумбала лайка была. Нет? Нет. Гипс? Он дает гипс? Нет, подожди. Давайте мне дашь лучше еще перец. А, он не хочет перец давать. Ну, давайте примем, ладно. А, это, наверное, Маури. Это пение май. Ну, очень на тумбала-тумбала-тумбала-тумбала-тумбала-тумбала-тумбала. так это я маркет economy и угольная торговля буду менять нет пожалуй пока ничего о в оказании мне помощи победил александр получил одно очко дипломатической победы ну-ка и смотрим победа по дипломатии всего лишь одно очко может там все таки как то если только так получаешь очки дипломатической победы это как-то слабовато нет театральная площадь в стамбуле давайте амфитеатры и вантана на риву и в нанмадол можно бы по отправлять послов манты сумма объявил войну чаки ухты то есть иди дона и зулусы воюют с ацтеками это интересно так давайте отходить куда-нибудь о чем она арбалету здорово отошел прям лучший ход в моей жизни универ давайте вообще жилье тут дофига жилья тут бы пообрабатывать пообрабатывать клетки давайте шпиона построим кто у нас лидер по науке троян 149 науки ну давайте к трояну отправим в аквелею сначала деньги поворуем потом будем про когда прокачаем шпиона будем науку воровать и ни одной научной гэгэшки пока так что у нас с ибрагимом уменьшает претензии правителя все дружественные ну нет не хочу давайте пока других губернаторов в покровку большой город у нас покровка а там же виктор сидит хорошо тогда тогда наверное в урфу давайте в урфу пока я все равно не смогу все города покрыть губернаторами но кое-где сатрапов назначить будет нормально окну шо по саргады захватываем отбили столицу персии так этот город я уничтожу просто забываем возьмем дальнобойных атак так вот здесь видите нет опыта вообще apm да получает уровень сразу при апгрейде надо ли мне гордиан да наверное надо хороший город к ботану тоже заберем а это уничтожим я сюда подвинул тут нету вообще стен солохи завершена пойду тут видите тут ничего не пишут когда ты завершаешь помощь она просто там где то есть как это вот завершилась здесь я пока 50 очков набрал забавно что сейчас дедона ваются от стеком который до первом месте по помощи дедоне нормально что там все деду не помогают прям ну давайте арену не хотим этот счастье вообще довольство 2 давайте амбар сначала амбар потом в очередь поставлю арену арену что с промышленной зоной плюс 3 а с кампусом кампус вот тут наверное кстати неплохой будет а я знаю почему не меняя я вспомнил помните в прошлой серии я спрашивал почему не меняются клетками кажется потому что это оккупированные города хотя я почему-то не могу вот эту клетку себе взять этот город давайте еще в очередь тут поставим промышленную зону сюда так в толстой завершён большой базар промышленная зона кампус быть может театралку и вот там вон мы принесли нас годов долго это будет надо где-то даму построить там где ну давайте здесь а где она быстро будет строиться чтобы посмотреть на нее ремонтируем амбар ремонтируем момент арбалеты бегут карабелька плывет кампус запланирован кого-то мы встретили лиссабон а где это он с надмодолом конечно прикол до сих пор наверно тусит этот поселенец так лиссабон ты где ну не хочу сказать что метла уже нужны послы двух передаю я бы сказал что за одной золотой гэшки достаточно по-хорошему смотрим как тут битвы у ацтека с карфагеном ох ну я я вот не знаю кто еще мне скажет что скифов нельзя банить в сетевой игре вот серьезно по моему сейчас он что-то инки меня не любят вы предъявили претензии другим игрокам вы видели сейчас против компьютера как сколько он имел юнитов просто на ровном месте давайте не пытается совместного насладе не хочешь железо 15 штук пряностями не торгует пряностями не торгую пряностями не торгую пряностями не торгую маще александр одну селитру мне чё-то как-то хоть ты жадный скифия торгуют с македонией они уже мир заключены вот александр повоевал мудила я из-за него сейчас потерял плюс 5 к силе против скифов этот город мы уничтожаем так ведем сюда башню окружаем и к ботану в осаду берем а по им еще одного мишника давите имеется сразу уровень у нас вот еще один парень дуболомы дны чар за 30 золота ну то есть вот вам пример почему надо турцию банить в сетевой игре если турцию не уничтожить до их янычар я конечно понимаю что есть вот ограничение там по селитре то есть у чувака может не быть селитры например вариант такой может быть но полетели ребята вперед по науке но вы просто в начале игры ну там на ходу 30 35 строите кучу дуболомов и апаются они или начар за 30 золота всего лишь то есть она даже золото и вам главное чтобы у вас была селитра имеете быстрым шагом идете вот да тут в порох и если у соперников нету каких-то уникальных юнитов то это снос и более что они с прокачкой сразу еще вы считаете считаете янычарка приходит как с одной лечилкой еще при этом я не знаю как от этого можно о вавилон когда это я вавилон встретил мне сюда надо послов отправить я возьму карточку до плюс первого посла да тогда я отправлю три мастерских одна строится а где у нас еще вообще вот промышленная зона раз ай в трап зоне без мастерской давайте трап зоне купим мастерскую сразу просто купим так тут строится мастерская так есть мастерская дальше в гелоне есть мастерская в балхе есть мастерская в урфе не мастерская промышленная зона урфе так не тут достраивается три хода в балхе большой базар пока у нас действует вот этот мой городской строительство еще три хода действует надо большие базары строить эти индустриализацию пока отложим замок откроем замок астрономию так 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 больше я селитры не вижу нигде о что это за рейд в тыл кстати а мандекалу это что за юниты такие кавалерия нет ой нет это не кавалерия это летучие отряды нет это рыцари да это рыцари чем отличаются они от рыцарей защищает от изграбления торговые корабли победе в бою дают количество золота равное сто процентов а когда они побеждают например если они победили рыцаря и у них еще мощь 49 а у рыцарей 48 ну небольшая то есть например если мандекалу побеждает рыцарей то получает 48 золота неплохо неплохо но как сильный юнит не особо мне кажется мне кажется мандекалу сильным юнитом а не хочет молись со мной мир заключить случайно еще четыре хода ладно стоим осаждаем города так сказать вот и на только сейчас варвелон встретил да только что этим ходом почему он сам ко мне приплыл тут у них еще отдельный островок и свою где все эти гэгэшки живут вот этих берберских пиратов не очень обзор большой а вот и маури кажется венгры на нашем континенте где-то с другой стороны этого я до них добраться не мог где-то там за за францией и прочими библиотечка давайте дамбу построим наконец вот здесь хотя купить ее нельзя да нет она ничего она как район считается дамбу можно только построить так в трапзоне мы мастерскую купили театральная площадь кампус что с кампусом вот здесь рядом да давайте строить кампус рядом с промышленной зоной в толстые недостаточно жилья по саргадах недостаточно ураган пятой категории вау но он может постепенно кстати к моим городам сместиться тут у меня бабло спионерил рыцарей бегут на атаку франция осуждает маури дедона благодарить в том мире все убили в этот арбалет жалко осуждает араб меня но мне то что осуждается этого континентами вообще не волнует в принципе со всеми соседями хорошие отношения кроме мали они такие далековато честно говоря не думаю что молим не может каким-то образом связи с касселанды фолк и москва димит и экстраординары дремь осадная тактика не дать косадную тактику отложим астрономию в научную теорию пойдем их реализации чтобы ускорилась ее откроем купим фабрики метку поставили так ну что по саргады взяты экботана в окружении давайте наверно уже атаковать яны чарами еще и вон лояльность падает где-то с война карфагены ацтеки так вот тут бы ничего не строил пока еще пойдем железо обработаем вот так катапульты в лицо прямо камнями в лицо этому мандыкалу атлантический океан открываем мы считаете чтобы как бы европа такой старый света эти континенты новый свет будем нести мир и просвещение 90 процентов жителей умрет от оспы на этом континенте особенно это инков касается так что у нас тут с просьбой помощи как-то они нот катя тут видите помечено вот этот первое место да вот это получит награду за второе место а мы с инком за третье а вот эти трое вообще ничего не получит то есть у меня пока сто единиц мирового влияния я иду ну не знаю как-то не прикольно слишком много производства туда вбухивается не хочу я давайте мани маяк и верфь тут верфь нормально производства будет давать буря усиливается не в другую сторону пошла кстати крестине нужно нужно железо вообще не против ну давайте ой отклонитесь я согласен на сделку отклоняю и не ну слушай араб ты вообще как-то типа дай мне два ресурса ни за что прим меня осуждает где-то варварский лагерь появился на то что я разведал астрономии компел из-за солнца локов варвардс ант реализм ускорили ну давайте захватываем ботану просто же одним рыцарем захватывается и вернемся тут что-то мандыкалу набежали ну мандыкалу не могут взяться города вот с 52 пусть ему что она мне гордин так уже отдаст так а если если автоматом уже стоит уступить а гордин точно принимает сделку все уступает давайте посчитаем раз два три четыре пять шесть семь восемь раз два три четыре пять шесть семь восемь да давай влияние все а шифтом работает интересно нет ага 21 это ма много да 20 нормально все золото отдавай и золото вход все отдает нормально только одно влияние захотела себе оставить отлично спасибо друг на здоровье давай еще дружить так и этот когда мали со мной мир заключит два хода странно почему городе он нельзя разрушить потому что он был передан когда передают тогда нельзя разрушать да археологический музей так в анкаре так же махал дворец потала театральная площадь промышленные давайте промышленную зону построим большой базар вот бота не вообще ничего нету вот зря я убрал мент производство производство еще можно нет 13 долговато расти ну вообще мы мощно выглядим я на первом месте нет среди минуты зума на первом месте пачка что у нас о среди а тут шагов то побольше стало в научной победе начало космопорт ракетостроение потом спутники лунной экспедиции потом нанотехнологии запуск колонии на марсе потом запуск межпланетной экспедиции потом экспедиция к экзопланете вау ну научная победа реально побольше так туристическая видимо все то же самое и религия тоже все то же самое тут он зороастризм у нас распространен правда религия хреновая не очень она нам нужна давайте из пасаргат торговца отправим и нам надо две бомбарды кстати так что давайте раз апнем и кругосветку что надо сделать ну точнее не надо я вот так уже героический век выхожу радостно ходов через двенадцать мне бы кругосветку сделать да что то особо не видно тут войны между ацтеком и финикии какая то парфанация а народ швеции слагает песни о ваших злодействах абба что ли ватерлу та-да-та-та-та-та-та-та-да вот реально почему чуваки с другого континента так ко мне хреново относятся а потом торговать со мной хотят осуждает меня польша ты там с сынками своими бы разобралась сначала принося хрен требует еще чего-то от меня потолок сикстинской капеллы ну кстати почему и нет может только без влияния единственное вот так 18 нормально давайте потолок сикстинской капеллы никогда не помешает я так себе представляю этот перевоз отскорбили потолок привезли так голосование плюс сто процентов к производству представителей созданий в этом районе да согласен причем это будет кампус я хочу за кампус видите давайте проверим еще в начале об этом говорил первый голос нет что-то меня обманывают что не первый голос до бесплатный вот самом начале когда я голосую за или вот здесь вот он везде бесплатный что тут что тут стоимость 0 а вот дальше начинает и каждый следующий голос увеличивается в арифметической прогрессии видите на 20 стоит третий голос 30 стоит 4 голос 30 стоит 5 голос 40 стоит видите вот так она работает давайте три голоса отдадим новые районы по сравнению считает культурный захват ну тут против просто не знаю мали тут кампус ну будет интересно в сетевой игре когда будут я уверен чтобы игроки смогут договориться кому-нибудь запрещать в этом районе ну не кому-то а просто в этом районе конечно будет офигительно подгорать кому запретили ну подаем итог да кампус принят новый район на своей культурной а Леонора говорит ну пожалуйста я не против она у меня не в моих соседях отлично ну вот это можно убирать я думаю подождите я хочу с одном бомбарду апнуть и карточку на апгрейд тогда можно тоже будет убрать все осадная тактика тоже открыто сначала откроем индустриализацию потом осадную тактику оксфордский университет ну давайте научную теорию экономику пойдем вот так надо военных инженеров кстати строить чтобы железную дорогу организовать ммм слушайте может а тут кампус уже построен в покровке что думал может здесь тогда оставить место здесь поставить кампус а а вот вообще плюс 4 зашибись так это можно удалить так как а та да и и а и и и и делаем запилку и отправляем те начните план проплыва нет ну вообще по идее тусите льды могут расставить и так понимаю не видно войны вообще не видно войны так а здесь кампус ну давайте тут национализм нету смысла идти я бы вот в естественную историю сначала сми эти войны не формальный повод археологический музей я строю владеете городом с населением 15 может покровка в 15 может по идее может если я довольством поторгую интересно вот это сейчас музло валит очень похоже на какую-то российскую но россии нету в игре поэтому мне интересно откуда это венгров мы вроде не встретили так и теперь можно менять карточки внутренние торговые пути морским рейдером плюс стопа вот кстати можно да с эти с карточками сказали что теперь можно два раза на ее кликать и она присоединяется или наоборот вот кликать она убирается эти первый посол поставим здесь скидку наверное содержание а так не меняется выбирать карточку и вот так ставить отлично теперь можно просто два раза кликать морские рейдеры надо бы построить пока они есть доходы от торговых путей написать про нет не хочу торговые пути мне нужны строителей давайте строить подтверждаем первого посла вавилон блин тут меня есть посол уже мое ну вот тогда хотя бы в лиссабон воспользуемся в наску мне не надо в карте еще нужно значит два вавилон чтобы в библиотеке работали в кардив чтобы мастерские давали или лучше в нанмадол или антона на риву чтоб культура шла антона рива что дает два процента за каждого великого человека она на модул ваши районы на побережье или возле него дают плюс 2 культуры это кстати неплохо будет даже сейчас он пока не работает там почекуток в лидерах может повоевать смоле а вот звезд появились варвары блин как раз на пути к ацтеку и смотрите у них прокаченные эти рейнджеры уже ну скауты не те начальные как они называются стрелки разведчики александр выносит предупреждение али и нори айсинк the human race made a big mistake это пикили ход на удаляет из города действующих электростанцию заменяли на креатив в пределах шести клеток автоматически превращает любое количество угля в энергию в городах которым она необходима из расчета 1 единица угля 4 единицы энергии большие объемы выбросов целого атмосферу ну что начинаем топить растапливать льды уголь у нас есть 1 уголь 2 уголь 3 уголь отлично значит нам нужно его обрабатывать здесь покупаем строителя здесь покупаем строителя ну этот же стоп или может здесь тоже купить знаете тоже купим дальше убиваем молиться через речку пойду как слабо бьет ну что мир он не хочет заключить я думаю пора поэтому что нибудь мне даже за мир например селитру не хочет а деньги не хочет ладно просто мир не знаю зафига ты влазил в войну эту мали засуха не у меня губернатор прибыл в город ну ладно на этом я серию закончу напоминаю что в комментариях пишите что вы хотите увидеть их читаю стараюсь следующей серии показывать пока все продолжение думаю будет очень скоро спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока